Так, мы рады приветствовать всех в Центре славянских культур. И наш сегодняшний лектор — это Сергей Борисов, младший научный сотрудник Института славяноведения РАН и наш новый сотрудник Центра славянских культур. Пожалуйста. Спасибо, Никита. Добрый вечер. Ну, сначала пару слов о том, как возникла идея сегодняшней лекции. Во-первых, меня попросили что-нибудь интересное о чешском языке сформулировать. Во-вторых, уже, собственно, почему такая тема, как на самом деле говорят чехи. Я преподаю чешский язык на курсах, и очень часто люди, когда уже выучили чешский на каком-то уровне, поехали в Чехию, возвращаются, у нас дальше идут занятия, они говорят, а вот мы слышали такое вот слово, мы его вообще никогда не приходили, а тут сплошь и рядом говорят. или какие-то другие фонетические особенности. Тоже вот вы нам такого не говорили, такого не было, и что вообще происходит. Вот. Ну, и я подумал, что хотел бы объяснить эту ситуацию, как действительно говорят носители языка, как следует говорить тем, кто изучает чешский язык, да, то есть нам, иностранцам, и как вообще ориентироваться в этой языковой ситуации. Вот. Но начать бы я хотел с истории литературного чешского языка, потому что она имеет непосредственное отношение к нашей сегодняшней теме, и, не зная развития литературного языка, просто невозможно понять, почему теперь так. Ну, славянские племена на нынешних чешских землях появляются где-то примерно в пятом веке. Это племена не только чешские, различные племена, но чехов было, считается, большинство. Живут они первоначально разрозненно, но вот имеется сведение о том, что в девятом веке, да, до того, еще в восьмом веке, в седьмом-восьмом веке имеется сведение о том, что чехи живут в государстве само, такое древнее славянское государство. И далее, в девятом веке, создается Великомаравское княжество. С созданием Великомаравского княжества в эти земли приходит христианство. Именно в Великую Моравию приходят солунские братья Кирилл и Мефодий. Их приглашают, чтобы распространять славянскую письменность. В десятом веке образуется, собственно, чешское княжество. И с десятого века вплоть до тринадцатого века правит династия Пшемысловичей, у которых легендарное происхождение от пахаря Пшемысла, которого взяла в мужья чешская прорицательница. Так или иначе, правит династия Пшемысловичей. И со второй половины двенадцатого века Чехия оказывается в составе Священной Римской империи. Ну а раз Священная Римская империя, значит, основным официальным литературным языком становится латынь. С принятием христианства, с вхождения в Священную Римскую империю приходит латынь, которая первоначально употреблялась в церкви, а позже укрепилась также в административно-деловой сфере. И, значит, пишутся книги на латыни, издаются иные книги, которые до того... Ну не издаются, а также пишутся. Но на чешской территории в этих латинских книгах мы находим глоссы, то есть переводы на чешский язык отдельных мест с латыни. Чаще всего это имена собственные, либо имена собственных людей, имена, фамилии, прозвища, антропонимы, либо топонимы, то есть названия местности. Издаются на чешской территории на латинском языке легенды о чешских святых в X-XI веках. Издаются хроники. Ну, например, известная хроника Козьмы Пражского. Она здесь изображена... Не видно указку, ну ладно. Изображена слева. Да, и если мы говорим о том же самом периоде, X-XIII век, период правления Бшимы Словичей и независимое пражское государство, вторая тенденция. Я сказал, что в X веке в Великую Моравию пришли Кирилл и Мефодий, принесли славянскую письменность. Соответственно, вторая линия развития книжности, это книжность на славянском языке. Начинает использоваться глаголица, первая славянская азбука. И чешско-моравский извод старославянского языка, это считается одним из древнейшим или самым древним изводов старославянского языка. Старославянский язык, он никогда не был разговорным языком, это именно язык письменный, язык книжный, на нем писались книги, а люди говорили на каких-то народных вариантах тогдашнего славянского языка. Сначала общеславянского, потом он начинает разделяться. И старославянский язык книжный, он тоже теряет однородность, и на конкретных территориях появляются изводы. Есть русский извод старославянского языка, который развился в так называемый церковно-славянский язык. Есть чешско-моравский извод, считается, что он древнейший. Да, ну и памятники славянские на глаголице этого времени, это киевские листки, но киевские, потому что они были найдены в Киево-Печерской лавре, написаны на территории современной Чехии, и пражские глаголические отрывки XI века. Следующий период связан с правлением уже новой династии, ну и конкретнее с правлением Карла IV Люксембурга, который также был императором Священной Римской империи Карлом I, вернее, наоборот, Карлом I в Чехии, Карлом IV в священном, скажем так, как в нумерации Карлов среди императоров Священной Римской империи. Так вот, с XIII века появляются короткие тексты именно на древнечешском языке, уже не латинский, не комментарий к латинским, а какие-то самостоятельные тексты. Письменность латиница, это в то время архаичный язык, ну, на наш взгляд, архаичный, но, в принципе, архаичный, может быть, и для того времени тоже. В морфологии еще отражается двойственное число, простые формы прошедшего времени, аорист и имперфект. Ну, то есть, что значит простые формы прошедшего времени? Сейчас в чешском языке прошедшее время это глагол, ну, вернее, причастие, л-в-причастие, например, бил, плюс личная форма глагола быть. Билл Сэм, это я был, Билл Си, ты был, Били Смэ, мы были, Били Сте, это вы были. Тогда еще сохранялось прошедшее время простое, аорист и имперфект, простое, значит, состоящее из одного слова. Да, то есть, ну, выглядело по-другому это все. Тематика текстов 13-14 веков, это в основном духовные песни, молитвы, известные тексты Кунгутина песни, или Кунгутина молитва, Господин и помилуйный, также была переводная с латинского на чешский духовная поэзия, например, Александрида, ну, и также продолжает писаться хроники. Из этого периода известная хроника Далемилова, хроника. Да, ну, и 14-й век, это эпоха Карла IV, как я уже сказал, здесь известны проза и философские сочинения Тома Шштитного, рифмованные латинские словари с чешскими соответствиями, ну, и письменный язык, который очень бурно развивается в то время, чешский язык, он ориентируется на среднечешский диалект. В это время, естественно, на территории современной Чехии, Чехии и Моравии, были различные диалекты, и письменный язык ориентируется именно на среднечешский диалект, ну, например, не на Моравский, не на Селевский, а на среднечешский или центральнечешский. Прага, все к северу от Праги, к югу и к западу. Да, в 1348 году Карл IV основит в Праге университет, да, существует до сих пор Карлов университет, это первый университет в Центральной Европе. И все это способствует развитию литературного и чешского языка. Да, ну, Карл IV был из династии Люксембургов, соответственно, в Чехию приходят немцы, и начинаются процессы постепенного онемечивания. Ну, может быть, не в плане онемечивания населения, а распространяется немецкий язык в различных сферах общественной жизни. Ну, разве что кроме обиходного языка. Обиходный язык народный... Ну, стоит сразу сказать, что обычные люди, народ, естественно, использовал свой славянский язык. Они не знали латынь, не знали немецкого. Они использовали свой старый чешский язык. Не тот древний чешский язык, о котором я сейчас говорю, потому что тот литературный. они использовали какой-то свой разговорный. Вот. Соответственно, официальная корреспонденция, официальное документопроизводство и так далее осуществлялось и на чешском языке, но также и на латыни, и также на немецком. И богослужение осуществлялось в основном на латыни, но и на немецком и на немецком также. И все это привело к тому, что к XIV веку, к концу XIV века появляется такой философ, проповедник, реформатор Ян Гус, о котором вы наверняка слышали. Он жил с 1371 года по 1415, когда его сожгли на костре. Ян Гус пытался остановить германизацию чехов, германизацию общественной жизни. Он был магистром Пражского университета, был проповедником, выступал, есть в Праге, только, по-моему, она сейчас уже, да, она не XIV века, но существует Вифлеемская часовня, сейчас там новое здание. Вифлеемская часовня он активно проповедовал. И все это на живом чешском языке, именно на живом, даже вот не книжном, который развивался, хорошо литература развивалась на письменном чешском языке, но Ян Гус выступал на, ну, не сказать, наверное, не совсем прямо на каком-то простолюдинском, скажем так, языке, но максимально приближенном, чтобы людям было понятно, о чем он говорит. Также Ян Гус провел реформу чешской орфографии, именно благодаря нему мы сейчас имеем в чешском языке буквы с гатчиком. Да, вот здесь примеры. До этого использовались разные разные типы орфографии, в том числе такая, как в современном польском языке. Видите, сочетание S, Z для обозначения звука Ш, C, Z для обозначения Ч, РЗ для обозначения РЖ, РШ. Это был один из вариантов, он использовался, но Ян Гус предложил новую систему, но он тогда ставил еще не гатчики, а предлагал ставить точечки над S, C и R, чтобы получалось Ш, Ч и РЖ. Но позднее оно оформилось в такие вот крючочки. Ну и чешский язык, благодаря стараниям Яна Гуса, проникает в сферу благослужения, тесня там латынь. Да, и кроме того, в это время чешский язык становится литературным языком для словаков. Вот, но у Яна Гуса была трагическая судьба за свои взгляды, он был призван на суд в Констанцию, где не отрекся от своего учения и был сожжен на костре как еретик. Вот, ну и после этого встает такой вопрос перед мыслителями, перед деятелями литературы, философии и образования. Как же дальше развивать письменный язык? Ну, именно чешский язык. Ну, значит, один из вариантов ориентироваться на латынь, чтобы это был такой красивый, разработанный язык, да, но при этом он был бы довольно сложный и, ну, непонятно, я здесь написал в том смысле, что его нужно было бы очень долго и трудно учить как латынь. Ну, да, один из сторонников этого пути был некий Богуслав Гассенштейнский. Либо другой путь развития чешского языка, просто, понятно, ближе к жизни, то есть ориентирование на народный язык. Этим путем пошли деятели, которых называют чешские братья. Это была такая община просветителей XV века. И, в общем-то, вот этот национальный путь развития, который проповедовали чешские братья, он в итоге, как мы знаем, победил, и чешский язык развивался не по образцу латыни, а все-таки стремился к упрощению. Да, ну, после сожжения Яна Гуса начинаются гусицкие войны, в результате которых да, вот сейчас к этому как раз перейду. Ну, в результате гусицких войн чехи получают независимость вот этого нового протестантского, ну, условно-протестантского пути. Ян Гус, помимо того, что ратовал против онемечивания чехов, он также выступал с такими, можно сказать, протестантскими идеями за сто лет до протестантизма, которую мы именно называем протестантизмом. Да, и чехи в результате гусицких войн получают независимость церкви, получают независимость государства, но это была такая независимость, по сути, изоляция гусицкого королевства как королевства еретиков. То есть, они не имели никаких культурных, экономических и иных контактов условно с остальной Европой. То есть, скажем так, варились в собственном соку. Ну, а чешские братья осуществили очень важный проект с 1579 по 1593 год они осуществили полный перевод священного писания на чешский язык. На чешский, как я уже сказал, не ну, хороший, развитый, но не такой сложный, как если бы чешский язык пошел по пути ориентирования на латынь. И именно Кралицкая Библия стала образцом литературного языка того времени и позже она еще будет фигурировать в 18-19 веках. Появляются латинские словари с чешскими пояснениями, появляется первая чешская и вообще первая славянская грамматика грамматика чешска в 1533 году и выходят другие грамматики и словари. Словом, чешский язык продолжает развиваться, хотя само чешское государство находится в некоторой изоляции от остальной Европы. Но так или иначе в 1620 году Чехия терпит поражение в битве у Белой горы, что привело к воцарению династии Гавсбургов. Снова приходят немцы, австрийские немцы. И Гавсбурги проводят политику германизации административного аппарата, германизации общественной жизни. Но в то время, во время Карла IV это, скажем так, была вот эта германизация, она была естественным процессом. Здесь же германизация именно целенаправленная. Народ естественно продолжает говорить на чешском языке. Он не запрещен, но и народу больше не на чем говорить. Конечно, но если бы да, если была бы насильственная германизация народа, народу бы тоже пришлось как-то на немецкий перейти. Но нет, такого не было, народ продолжает говорить на чешском языке. Ну, а в сфере официального употребления в ответ на притеснение чешского языка продолжают, тем не менее, появляться его грамматики и словари, то есть деятели, которые ратуют за чешский язык, они продолжают свою деятельность. И, более того, устанавливаются пуристические тенденции, то есть ориентация, да, во-первых, на народные говоры, во-вторых, неприятие всего извне, из немецкого, из латыни и откуда бы то ни было еще. Такая ситуация сохраняется до конца 18 века, первой половины 19 века, которая называется эпохой национального возрождения. Бог национального возрождения в Чехии, но, похоже, ситуацию мы наблюдаем и в других славянских государствах, которые входили на тот момент в состав империи Габсбургов. Что это значит? Ну, патриоты, общественные деятели, интеллигенты собираются в кружки, собираются в общество, закладывают общество, этих людей называли будителями, они создают национальные научные и культурные общества, они собирают фольклор и издают, потому что продолжают политику ориентации на народный говор, на народный язык, фольклор. Поэтому необходимо вновь создать, придать жизнь национальной идее, поэтому фольклор необходим. Ну, и среди таких деятелей можно выделить Йозефа Добровского, Йозефа Юнгмана, Вацлава Ганков, Франтишка Владислава Челаковского, Франтишка Палацкого и других. Первые двое это так называемое старшее поколение Будителей, остальные это более молодые на то время Будители. Йозеф Добровский знаменит, помимо всего прочего, тем, что он работал на протяжении двадцати лет над созданием большого немецко-чешского словаря и параллельно с этой работой также издал в 1809 году чешскую грамматику на основе языка именно той Кролицкой Библии, которую создали чешские братья еще в пятнадцатом в шестнадцатом веке. То есть Кролицкая Библия снова стала образцом литературного чешского языка. И фактически эта грамматика это кодификация и нормализация нового чешского литературного языка. Йозеф Юнгман зафиксировал лексический состав этого языка в своем пятитонном словаре тоже чешско-немецком. Ну и да, ходит такая байка, что вот эти вот будители как-то собрались на свое мероприятие на съезд не съезд, но в общем собрались вместе в одном помещении и вроде как Йозеф Добровский тогда сказал, что вот если сейчас тут обвалится на нас потолок, то в общем-то чешского языка никакого не будет, потому что именно на нас сейчас все держится и только мы что-то делаем для поддержки, для развития вот этого национального языка. И в общем-то будители сами не очень верили в жизнеспособность своего проекта. Они выпускали грамматики, грамматики были на немецком языке, сами они этого чешского языка не знали, но специально учили. Ну и в общем-то в основном это был такой сначала теоретический проект. Но так или иначе патриотов было достаточное количество, их идеи распространялись и их идеи поддержали писатели. И вот уже с середины 19 века утверждением литературного чешского языка занимаются помимо будителей также писатели, среди которых можно сразу же выделить Божину Немцеву, Йозефа Каэтана Тыла, Яна Неродова, ну и публициста, писателя Карла Гавличко-Боровского. Божину Немцеву можно увидеть на современной купюре в 500 крон чешских. Язык действительно приживается в этой новой литературе и сразу же начинает развиваться, потому что язык Крайловской Библии это язык 16 века и он был очень далек от текущего состояния народного языка, то есть ну реально так не то, что никто не говорил, но и много было действительно непонятно в этом языке 16 века, поэтому вот с развитием вот этой новой чешской литературы этот язык развивается, появляются новые слова, новые слова из народного языка некоторые придумываются специально, появляются чешские слова взамен немецких, язык именно старается избавиться силами интеллигенции от архаичных форм, от иностранных заимствований, прежде всего немецких, и сдаются в то время снова многочисленные учебники грамматики чешского языка. Да, но это происходит до начала 20 века, когда после Первой мировой войны образуется независимая Первая Чехословацкая Республика, во главе которой встает президент Томаш Гарик Масарик. Ну и что происходит? Новый президент Новой Республики был идеологом чешско-словацкого единства. Это было обусловлено многими факторами. То есть Масарик старался представить Европе, что чешский и словацкий народ это единый народ. В том числе это нужно было и для того, чтобы было больше народу в этой Новой Республике. Но это нужно было именно при создании Республики благодаря поддержке Франции, Англии и других государств. Ну и значит эта политика у него была последовательной и в том числе было объявлено, что чешский и словацкий язык это один чехословацкий язык с вариантами чешским и словацким. Ну и соответственно у нас вновь две тенденции. На этот раз с одной стороны тенденция пуристическая закрепление норм вот этого чешского языка который основывается на предыдущей литературной традиции на опыте прошлых столетий. Эту линию отстаивает помимо прочих институций и деятелей журнал Наша Речь который до сих пор существует и сейчас он насколько я помню является изданием Чешской Академии Наук. И была другая тенденция на искусственную подгонку словацкого языка под чешский и вообще сближение двух языков но вот в том числе языковед Вацлав важный придерживался такого мнения ну и следовал за идеологией президента в общем-то ну так или иначе стало ясно что все-таки чешский и словацкий язык это два разных языка и со второй половины двадцатого века после второй мировой войны уже нету цели подгонять словацкий язык под чешский и чешский сближать со словацким а практикуется практикуется двуязычное общение когда чех со словаком общается каждый на своем языке это подкреплялось общим телевидением чешско-словацким где были программы и на чешском и на словацком и пресса была и на чешском и на словацком и так далее и так далее и действительно взаимопонимаемость чеха и словака когда каждый говорит на своем языке достигает девяносто пяти процентов это же сохраняя эта ситуация сохраняется и сегодня хотя чешский и словацкий язык чешское словацкое государство пошли каждое по своему пути но так или иначе чех со словаком будет говорить на своем языке, это нормально, никто не обижается, никто не будет специально переходить на чешский или на словацкий, но только если преследуют какие-то цели, например, специально словак изучает чешский язык. Чех тоже может изучать словацкий язык, но это ситуация реже встречается по опыту. Во второй половине 20 века расширяется сеть вузов. В 1953 году создается Чехословацкая академия наук, создается институт чешского языка и словацкого, появляются новые грамматики и словари чешского языка. Да, еще важно сказать про словацкий язык, что хотя он было признано, что он самостоятельен, это не вариант чехословацкого языка, но очень много заимствований в словацком языке из чешского, особенно специальные лексики, какой-то там, ну, касающиеся промышленности, автомобилестроения, тяжелой промышленности, легкой промышленности. Это все в основном из чешского. И вот эти вот все социалистические термины, они из чешского и из русского. Больше, больше из русского, потому что и в чешском это тоже заимствование из русского. Всякие пьетилетка и так далее. Ну, после распада Чехословакии в 93-м году каждый язык идет по своему независимому пути. Сегодня чешский язык является официальным языком в Чешской Республике. Теоретическими вопросами и вопросами нормализации литературного языка занимается Институт чешского языка при Чешской Академии наук. И исследование чешского языка проводится в многочисленных университетах Чехии и за ее пределами у нас, в наших университетах и в других странах. Так же. Вот. Но до сих пор я говорил о литературном языке. Что такое литературный язык? Литературный язык на самом деле это часть национального языка. Национальный язык, если мы говорим чешский национальный язык, он существует в нескольких формах. Ну, главное членение, основное членение это, с одной стороны, литературный чешский язык, о котором мы вот сейчас все это время говорили по-чешски, с писов на чештина, и нелитературные формы языка. Ну, нелитературные формы языка это диалекты, арго, сленги, жаргоны, наддиалекты, ну и обиходный, разговорный чешский язык, к которому я сейчас дойду. Но важно понимать, что чехи говорят не только на обиходно-разговорном языке, то есть нельзя сказать, что обиходно-разговорный язык это язык устного общения, литературный язык это язык письменного общения и все. То есть книжки выходят на литературном языке, а разговаривают на обиходно-разговорном. Это не так. Литературный язык и чешский, и русский подразделяются на письменный литературный язык. Да, действительно, на нем выходят книги, на нем работают СМИ, на нем пишутся законы и так далее, и так далее. Но существует также и устный литературный язык, по-чешски говорова чештина. Это не разговорный язык, это устный литературный язык. То есть, ну, все то, что кодифицировано как литературная норма, только в устном проявлении. Ну и, например, лекции в университетах чешских читаются на литературном языке. Выступления официальные происходят на литературном языке. Естественно, это устный литературный язык. Что же касается обиходно-разговорного языка, о котором меня больше всего спрашивают на курсах, и который все слышат, приехав в Чехию, обецна чештина. Это не литературная форма. И сейчас еще обратимся к диалектам и вернемся к обиходно-разговорному языку, просто чтобы понимать. Значит, еще раз, не литературные формы языка, диалекты. Ну, возьмем сейчас вот диалекты и обыцну вот эту самую чештину. Что касается диалектов, в Чехии есть одна большая диалектная зона. Отмечена цифра 1. Вот это вот 1, А, Б, С, ну и Д тоже. Это центральные чешские наречия или, по-другому, собственные чешские наречия. Все, что восточнее них, значит, самое большое здесь это моравское наречие. Ну и дальше 2 и 3. Значит, 2 это центральное моравское, 3 восточно-моравское наречие. Ну и 4, А и Б, это области пограничные с Польшей, это селеские наречия. Так вот, значит, обыцна чештина, которую вы слышите сейчас в Чехии, это над диалект, который изначально был характерен именно для, собственно, чешской территории, то есть вот этот 1, А, Б, С, Д. Он, он вобрал в себя серты, в себе черты, пардон, именно вот этих вот центрально-чешских диалектов. Значит, ну и также, да, естественно, в Моравии сохраняются черты моравского диалекта, в Селезе есть, и причем их там, эта группа диалектов, их много там разных. И селезские диалекты тоже сохраняются, но о диалектах в сегодняшней рекции я уже больше не буду говорить. Может быть, если будет интерес, потом отдельную лекцию про диалекты я тоже в перспективе прочитаю. Вот, значит, сейчас остановимся вот на этой, собственно, чешской территории, 1, А, Б, С, Д и чешском наддиалекте обыцна чештина. Значит, ну давайте посмотрим различия, что такое литературный язык, чем литературный язык отличается от обиходно-разговорного. Ну, для литературного языка характерно то, что он, во-первых, кодифицирован, то есть есть грамматики, есть учебники, есть словари, где нормы языка прописаны. Эта норма отслеживается специальными институциями, ну, например, институтом чешского языка Чешской академии наук. Для обиходно-разговорного языка нормы нет. Ну, какие-то учебники-словари могут выпускаться и действительно выпускаются, но это не такой уровень, это не кодификация, это скорее учебники-справочники, где можно посмотреть, да, что вот есть такие-то варианты, есть такие-то слова, характерные для обиходно-разговорного языка, но это не кодификация языка, это не установка каких-то норм, в отличие от словарей, академических словарей литературного языка. Да, литературный язык полифункционален, то есть он может применяться без ограничений в любой ситуации. Обиходно-разговорный язык — это язык только повседневного общения. Дальше. Литературный язык един для носителей, для носителей языка, и он, именно он изучается иностранцами. С другой стороны, обиходно-разговорный язык, он не единый, то есть это не какой-то другой язык, на который чехи переходят в обычные жизни. Они говорят уже на смешении языков, то есть в речи просто проявляются какие-то нелитературные особенности. Ну, мы их, мы и чехи обобщают их под названием «Обытсно-Чештина», но на самом деле это такая смесь литературного языка с нелитературными элементами. То есть нельзя, нельзя полностью перейти на «Обытсно-Чештина». Ну, например, какое-нибудь обычное там слово, скажем, слово «еден», слово «два», «тчи» — они какие, литературные или разговорные. Ну, нельзя сказать, это и то, и другое. То есть, да, и в разговорном языке они употребляются, и в литературном. Далее. Да, ну, в норме именно литературный язык — это язык науки, образования, искусства, дипломатия, СМИ и корреспонденции. Ну, на практике, конечно же, искусство, например, литературы активно сейчас, особенно используют обиходно-разговорный язык. Это и стилизация, и, может быть, эпатаж. Но действительно, да, в искусстве, разумеется, используется сейчас обиходно-разговорный язык в СМИ, тоже можно услышать обиходно-разговорные формы, хотя, конечно, предпочтительный литературный язык. Ну, понятно, в ток-шоу, естественно, разговорный язык будет. Ну, и дипломатия, образование, наука — да, все-таки литературный язык. Что касается корреспонденции, ну, опять же, официальная корреспонденция — это литературный язык, личная корреспонденция, разумеется, сейчас, особенно СМС-ки, имейлы, мессенджеры — это, естественно, оба цена очищены, еще со своими особенностями. Ну, например, вы, наверное, знаете, что чехи пишут СМС-ки и на форумах переписываются без гатчиков, так быстрее набирать. Вот, да, то есть... Ну, и просто чехи знают, где гатчики должны быть, и все понятно и так. Да, ну, литературный язык, хоть и полифункционален и может применяться в любой ситуации без ограничений, но на практике литературный язык, устно-литературный язык, он мало используется в повседневном общении чехов, но это именно то, о чем мы говорим, что да, все-таки повседневное общение — это вот это вот оба цена чештина. Да, и, как правило, разговорный вариант языка является родным для чешских детей, потому что дома родители разговаривают на разговорном языке, и чехи приходят в школу, и так же, как мы, иностранцы, которые изучают чешский язык, в общем-то, многому удивляются и учат кучу правил, и, ну, чешский язык — это такая дисциплина отдельная, которая, ну, создает проблемы чешским детям. Да, действительно изучают правила, списки слов, в которых пишется там и мягкое, или и твердое, и так далее, и так далее. Да, ну и еще вот противопоставление. Литературный язык развивается медленнее обиходно-разговорного языка, обиходно-разговорный язык развивается быстро, но это связано с тем, что для обиходно-разговорного языка нет никаких институциональных ограничений. Никто его не контролирует, не нужно много времени, чтобы это было принято, чтобы это стало нормой. Но нужно сказать, что какие-то лексемы, какие-то особенности обиходно-разговорного языка постепенно проникают в литературный язык и становятся нормой. Ну, это обычное развитие языка, это нормально. Ну, и, собственно, изначально сегодняшнюю лекцию я хотел посвятить именно обиходно-разговорному чешскому языку, но потом немножко ее расширил. Ну, давайте перейдем именно к этой части. Хочу показать вам особенности обиходно-разговорного чешского языка. Ну, начнем с фонетики. То, что вот многие сразу отмечают, что в словах, где в литературном языке, где мы это учим на курсах, значит, стоит и долгий, ну, и долгий, либо и псилон, долгий, либо и мягкий, долгий. В обиходно-разговорном языке здесь появляется дифтонг «эй». И чехи говорят часто не «тиден» — «неделя», а «тейден». Не «бриле», а «брейле». Также «зейтра», «цейтит», «возейк» и так далее, и так далее. Ну, например, еще «годний клук» — какой-то хороший парень. «Годный клук» — «пьякный бит» — хорошая квартира, красивая квартира. «Пьякный бит». Ну, и так далее, и так далее. Следующая фонетическая особенность. Там, где мы в литературном языке находим долгий «э», наоборот, в обиходно-разговорном языке мы можем найти и долгий. Например, слово «млееко» — «молоко» — есть вариант «млийко». «Плеевка» — «полиевка», «нест» — «ниист». И так далее, и так далее. Но вот еще словосочетание. Например, «одобреем вояку», «одобреим вояку» в разговорном языке. «То я заимовое», «то я заимовый». Да, и, кстати, вот здесь очень много вопросов у моих учеников, что, а какого рода такое это слово? Вот, значит, я слышал, что, ну, например, да, там, скажем, «то я заимовое», ну, например, какой-нибудь, ну, пускай будет «еднани» — какие-то переговоры. Ну, нет, это, да, это множественное число тоже не подойдет. Ну, допустим, да, допустим, множественное число «заимовоееднани» — интересные переговоры. Да, интересные переговоры. А обиходно-разговорная форма «то соу заимовоееднани» — и вот это вот окончание «и долгий» — оно показывает нам, что вроде как это единственное число и мужской род. И ученик у меня может спросить, что «а все-таки еднаани» — это множественное число или единственное? Это средний род или мужской? Почему прилагательность стоит в мужском роде в единственном числе? Ну, потому что идет унификация и, ну, условно скажем, что обиходно-разговорные формы, они тяготеют, чтобы сделать все мужским родом, единственным числом. Ну, это не так, но условно выглядит, как будто бы это так. Да, например, старое Мнесто, старый город, средний род Мнесто, старий Мнесто, вроде как мужской. Но особенность обиходно-разговорного языка. Также часто можно встретить протетическое «в» в начале слов, которые начинаются с «о». То есть вместо «он» — «вон». Не «окно», а «вокно». Не «объят», а «вобъят». Ну, и здесь у меня как раз есть пример из жизни. В городе Чешская Будиявица, это центры Южно-Чешского края, есть такой вот киоск общепита, фастфуд, который называется «гладовиевокно». Да, здесь сразу же две ошибки по сравнению с литературным языком. Во-первых, окно среднего рода, значит, оно должно быть «гладовеев». Да, переводится как «голодное окно». Значит, окно среднего рода, значит, должно быть «гладовеев». Да, но это смотрим пункт 2. «Э» меняется на «и» долгий, поэтому «гладовиев». И не «в окно», а «окно». Да, это пункт 3. Появляется протетическое «в». Ну, и я здесь специально брал примеры их жизни, и дальше будут, чтобы вы видели, что, в принципе, вот обиходно-разговорный язык проникает и в те сферы, в которых он раньше был запрещен. То есть, ну, нельзя было в общественном месте, ну, как-то сделать надпись на обиходно-разговорном языке. Он разговорный, но нельзя сделать надпись на нем. Сейчас можно. Вот. Ну, что еще? Ну, например, если в словах, которые начинаются с «у долгого», их не так много в чешском языке, этот «у долгий» вначале может меняться на дифтонг «оу». Да, вместо «у рода» — урожай «оу рода». «У доли» — «долина», «оу доли». Ну, таких слов, в принципе, мало, поэтому это, ну, не такая продуктивная тенденция. Зато тоже очень часто встречается опущение слогообразующего «л». Либо в корне слова, ну, например, слово «яблоко», «яблоко» могут сказать просто «ябко». Да, или там «млга» — «туман», просто «мга». Вот. Ну, и очень часто, чаще всего, эта особенность касается «элова» причастия, которую мы используем для образования прошедшего времени. То есть вот эти все формы на «эл» — «несл», «кчикл» и так далее. Также в обиходно-разговорном варианте может быть просто «нес». Ну, например, там «пепик нес ягоды», да, там «пепик нес клубнику», да, вместо «несл». Ну, и «викчик крикнул» вместо «викчикл». Ну, в общем-то, потому что «л» на конце слова здесь сложно произносить после согласства, оно и отпадает. Также встречается упрощение групп согласных в начале и в середине слова. Ну, например, «гдыщ», «когда» или «если», просто «дыщ». «Вждицки» всегда «дыцки», «вждицки», «дыцки», «вждить», «дыть», «ржбитов», «ржбитов», «если», «если», «вшак», 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 да, литературное «шак», без этого «в», 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 «в». Вот, и так далее, и так далее. Да, и вот еще часто бывает, что там, где в литературном языке краткий гласный, он становится долгим в обиходном разговорном варианте. И наоборот, где долгий в литературном варианте, он сокращается. Но это связано в том числе с диалектными особенностями. Ну и есть, говорят иногда, что прожане поют, прожане тянут гласные и там, где они краткие. Вот, ну да, как особенность тоже разговорного языка. Ну, например, не «цера», а «цера». Там, «пиво», «пиво», «дверже», «дверже», вот и так далее, и так далее. Что касается, да, и пример здесь у меня, ну да, тоже циркус «млейн». «Млейн» — литературная это мельница, разговорный вариант «млейн» с дифтонгом «эй». Ну, вот есть такой цирк. Морфология. Значит, морфология — это то, что касается разных частей слова окончания, суффиксов и так далее. Здесь, да, тоже вот такое яркое явление — это творительный падеж существительных всех трех родов во множественном числе имеет общую форму на «ма». То есть «ма», «ама» или «эма». Ну, например, «жены», «женщины», «с ким», «с чим», «с жена», «ма» по сравнению с литературной формой «с женами». Или там возьмем средний род «морже», «с ким», «с чим», «с моржема», «с морями», где в литературном варианте вообще другое совсем окончание «с моржи» и «долгое». Или там «руже», «роза» или «розы», «с ким», «с чим», «с ружема», когда в литературном варианте «с ружеми». Вот, ну, и это настолько привычное явление, что, вот, например, если заказываете что-нибудь в ресторане, где гарнир картошка, то, ну, и чехи привыкли говорить там, ну, например, что там какая-нибудь вебшовая свинина с брамбурома. Да, с картофелем «брамбурой», «картофель» с «брамбурома», хотя должно быть с «брамбурой». Или еще, или если это картофель фри, то «с гранул кама», и вот здесь даже ситуация такая, что чех иногда не может сказать, какая, собственно, форма единственного числа вот этого вот слова «с гранул кама», а как сказать «гдоцо» в единственном числе. На самом деле «гранул эк» по-чешски — это параллелепипед, и «картофель фри» по аналогии, ну, с геометрической формой — это картофельные параллелепипеды. Ну вот, и окажется, что «с гранул каман» значит, наверное, одна «гранул ка». На самом деле нет, на самом деле един «гранул эк», но никто не употребляет вот эту вот форму в отношении «картофеля фри» всегда, это всегда внушенное число. Вот, но так или иначе. Да, ну и тоже пример из жизни — обход с брамбуром, а значит, картошка, магазин с картошкой или там какое-то предприятие по продаже картошки должно быть с брамбурой. Да, ну, то, что я уже сказал, вот эта вот унификация окончания и долгий, как мужской род единственного числа, даже умножественного числа. Младые мужи, младые жены, младые девчата — все по мужскому роду единственного числа. У прилагательных. Да, да, ну и еще вот это вот тоже важный пункт, третий, что в обиходно-разговорном языке прослеживается тенденция к сближению, спряжению глаголов, которые в литературном языке относятся к разным типам. Ну, здесь, например, у типов nest, ну, а также вот эти вот nest, brat, psat, то, что мы выделяем, и tisknow, то у них в третьем лице множественного числа окончание o. Ну, например, они несут, они несут, они тискноу, они что-то печатают или пожимают руку, они берут, и вот это вот окончание, оно такое очень продуктивное, оно вот у многих, у нескольких типов встречается. И это же окончание в разговорном языке переходит и на другие типы, где никогда такого вот окончания не было. Ну, например, они пи-йоу, они купу-йоу, они пьют, они покупают, а в литературном варианте они пи-и, они купу-и. Вот, ну и даже в современных коммуникативных учебниках для иностранцев, в общем-то, вот эти вот формы пи-йоу, купу-йоу, которые раньше были строго разговорными, они уже включаются, и причем иногда включаются как единственный вариант, и литературная форма даже не упоминается. Ну, это такая тенденция современных учебников некоторых, именно ориентация на разговорный язык. Ну, я это не поддерживаю, обычно своим ученикам говорю, что мы так не будем. Мы будем учить литературный вариант, но при этом иметь в виду, да, что есть вот разговорный вариант такой-то. Да. Так. Что касается синтаксических особенностей, ну, здесь вообще я обычно говорю, что чехам можно многое из того, что запрещается на курсах. Например, на курсах мы сразу же говорим, что все чешские предложения двусоставные, всегда есть подлежащие и сказуемые. Да, но в диалогах это может игнорироваться. Да. Ну, например, вот здесь. Ты ему писал, ну да, а он ничего. Вот это вот он ничего и нету глагола никакого. Ну, понятна ситуация диалога и понятно, что имеется в виду. Хотя мы говорим, что да, глагол обязательно. Или какие-нибудь односоставные неполные предложения с эмоциональной окраской. Ну, просто груза, ужас, шкода, жаль. Или там эмоциональное. То соу въецы, ну и дела. Ну и дела. То соу к нам гости. А вот и наши гости. Да, то есть здесь неполные предложения, но они и имеют место быть. Также подчинительная связь может заменяться сочинительной. Ну, то есть, ну или фактически опускаться подчинительный предлог. Например, нужно сказать. Не мог сэм працуват, протожи сэм был не мацней. Я не мог работать, потому что я болел. В разговорном варианте можно встретить. Не мог сэм працуват, был сэм не мацней. Ну, то есть, просто опускается предлог, и таким образом получается... Ой, союз, извините, подчинительный. И таким образом получается, что уже не подчинительная связь, а сочинительная. Чей запятой. Да, и четвертый пункт. Это тоже то, что запрещается на курсах. Значит, на курсах с первого занятия я говорю, что стоит забыть про личные местоимения я и мы особенно. Ну, в принципе, он, она, оно, и ты, и вы тоже. Что чехи отдают предпочтение глаголу связки. Ну, например, там вместо я и сэм студент, говорим просто и сэм студент. Я излишне. А просто я студент сказать вообще нельзя. Смотрим обиходно-разговорные варианты. Я там не бил. Да, значит, опускается связка, глагол связка прошедшего времени. Должно быть не бил сэм там. Без я, но с глаголом связкой. Здесь появляется я, опускается глагол связка. Я там не бил. Мы этого не говорили. Я нить не въедела. То есть прямое нарушение того, что постулируется на курсах. Да, ну и, да, и личные формы местоимения первого лица употребляются и в настоящее время. Я, то, вим. Хотя мы говорим, что их можно опускать просто. Вим, то. Я это знаю. Ми там ней дэме. Литературный вариант предпочтительный просто. Ней дэме там. Без мы. Вот. Ну и, значит, уже заканчиваем. Лексические некоторые особенности обиходно-разговорного языка. Ну, как я сказал, нельзя говорить чисто на каком-то обиходно-разговорном языке. Такого нету. Есть особенности. Что касается лексики, да, есть лексемы, синонимы, которые имеют разное происхождение в литературу, для литературного и для обиходно-разговорного языка. Ну, например, в разговорный язык перешли многие немецкие слова. Ну, это такая обратная сторона медали после господствования немецкого языка. Да, когда от немецкого языка стали отказываться и выбрасывать все немецкое, немецкие слова перешли в разряд экспрессивных, шуточных и слов низкого стиля. Они перешли в разговорный язык. Ну, и вот соответствие. Неусталая, постоянно, литературная и разговорная фурт, да, немецкая. Поночка, носок, разговорная фусекле. И вот даже есть такая фирма, называется чешская фусекле, чешские носки. Бит, квартира, вариант квартир разговорный. Ну, и редко встречается, но так или иначе зафиксирован. Покой цимра. Есть такой вариант, что литературному двусловному наименованию соответствует однословное разговорное наименование, так называемые универбы. Ну, то есть понятие одно, а слов два. Ну, например, накладни ауто, ну, дословно грузовой автомобиль. Можно сказать одним словом, по-русски тоже грузовик. Да, и по-чешски накладяг. Единственное, что вот эти вот чешские однословные наименования, если существует литературное двусловное грузовой автомобиль, накладни ауто, то вот это вот накладяг с суффиксом аг, оно считается вот резко разговорным, не литературным. Ну, и, например, спациепитал, спальный мешок, можно сказать одним словом спациак. Особний влак, пассажирский поезд, особак. Ну и то, что многие наверняка слышали, Вацлавская наамнести, Карлова площадь, Чехии ее обычно ласково называют Вацлавак. Ну и Карлова площадь, Карлова наамнести, Карлак. А также Старомак, Новомак я не слышал, Старомак, Старое место, да. Из Таром Неской наамнести, да, есть такое. И также в обиходно-разговорном языке, в противоположность лексики возвышенной, также употребляется лексика сниженная, ну это такие лексемы с суффиксами, как например, оун, нда, эрч, дло, эра и айс. Ну, например, экспрессивные такие слова, как фэшанда, пижонка, клепанда, сплетница, треперен, да болтуни, швиндлер, обманщик, финтидло, щегль и так далее, и так далее. Вот. Ну, надеюсь, что я пролил как-то свет на все-таки разницу между литературным и обиходно-разговорным чешским языком. Что касается, да, иногда это называют чешской дегласией, то есть одновременное существование двух языков в Чехии. Но свое мнение, не только свое, подкрепленное источниками, я уже сказал, что все-таки оба цена-чештина, это не отдельный язык, это скорее переключение кодов, это смесь литературного языка с нелитературными элементами. Да, и еще моя преподавательская рекомендация обычно такая, что на начальных порах уж точно не стоит употреблять лексимы, относящиеся к обиходно-разговорному варианту языка, потому что это всегда будет звучать смешно из уст иностранца, то есть чехи будут смеяться. Так же, как если иностранец, который едва-едва выучил русский, перейдет на сленг, сразу и будет говорить на сленге, ну, будет забавно. Вот, ну, потом уже на более высоком уровне, ну, каждый решает сам для себя, кто-то хочет, употребляет обиходно-разговорные варианты, кто-то старается говорить на чистом литературном языке, но обычно профессора стараются сохранять устный литературный язык, вот, и не употреблять такие формы. Ну, в принципе, если человек чувствует, что хорошо владеешь языком, он уже не смеется, уже вроде как нормальный, ничего. Вот такие вот мои общие рекомендации. Вот. Если будет интерес, то, в принципе, я бы хотел сделать цикл лекций про чешский язык, и у меня в планах лекции по диалектам, по, собственно, по диалектам территории Чехии. А еще я работаю младшим научным сотрудником Института словеноведения РАН, и моя тема моей работы — это исследование языка чехов, которые живут сейчас на территории бывшей Югославии, в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. Это потомки чешских переселенцев XIX века, которые по австро-венгерским, тогда еще не австро-венгерским, а австрийским реформам, переезжали на освобожденные от турков земли на южной территории. Вот. И там тоже очень интересный язык. Я уже был в экспедиции в Хорватии, я слышал, как говорят хорватские чехи, я поеду в Сербию и в Боснию, и, в принципе, на основе вот этих вот своих изысканий я был бы рад провести лекцию. Если будет интерес, то следите за обновлениями, приходите. Ну, я могу обещать, что будет действительно интересно. Это стоит услышать, увидеть, и обсудим. Вот. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Да? Скажите, пожалуйста, у меня не сложилось впечатление, что вот эта обыценно-очештиня, что она вот прям тянет на какой-то отдельный язык. Да? Вот. И у меня вопрос. Вот этот термин, он сугубо научно-юлингвистический? Обычный чех не упоминет, если вот, например, человеку сказать, скажи это на обыценно-очештиня, он скажи, чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего. Ага. Да, спасибо за вопрос. Это очень хороший, очень правильный вопрос. Значит, обыценно-очештиня термин научный, он есть в грамматиках чешского языка, но при этом он общепонятный. То есть все чехи отдают себе отчет в том, что существует какая-то ситуация, что есть вот эта вот обыценно-очештиня, есть вписовно-очештиня. Ну и, как я уже сказал, чешские дети сталкиваются сразу же в школе с проблемой, что нужно учить что-то другое, что-то не так, как мы обычно говорим. И да, если вы скажете чеху, скажи что-нибудь на обыценно-очештиня, он, скорее всего, начнет говорить вот эти вот, ну то, что вот мои примеры, что-то такое начнет вам выдавать, и да, поймет и начнет выдавать примеры. Но, как я уже сказал, это именно какие-то особенности, какие-то отдельные слова, отдельные особенности морфологии, фонетики, синтаксиса. Но это всем понятно, да, любой с вами будет рад, я думаю, обсудить вопросы обыценно-очештиня. Ну, кто больше этим, кому интереснее, тот будет обсуждать, кому менее интересно, так приведет пару примеров и все. Думаю так, на мой взгляд так, да, пожалуйста. Спасибо. Вопрос такой, а насколько сейчас в современном чешском языке употребляются английские слова, и где больше в литературе, и в других образах, или все-таки они придумывают какие-то свои термины? Да, спасибо. Да, но что касается англицизмов, естественно, как и в большинстве языков мира, языков Европы, они проникают, они проникают в литературный сразу же язык, просто потому, что это слова для новых явлений, и просто нету чешских слов для этого, и поэтому они, они либо, ну, чаще всего они принимают какие-то чешские формы, то есть, ну, фонетика приближается к чешской, и все, и, ну, какой-нибудь, например, менеджер, да, это там, менеджер, да, и все, и это слово принимается в литературный язык сразу же. Что касается придумывания новых чешских слов, сейчас это очень-очень редко, я думаю, что за последнее время в литературный язык новых таких вот именно слов вместо английских принесено не было, ну, вот, ну, вот, компьютер, да, это все-таки почи и тач, да, компьютер есть слово, но оно как раз-таки не литературное, оно сленговое, это жаргон айтишников чаще всего, все-таки почи и тач. Мэйл, да, ну, электроническая схранка какая-нибудь, ну, не, мэйлова схранка все равно, не, 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 все равно мэйлова. Мэйл, да, пожалуйста. А не действие в литературном языке, какая-то была в литературном языке, вылезли в сравнении с литературным? Ну, к аналитизму-то скорее, может быть, и нет. Сейчас прикину. Ну, не могу, не могу сейчас сказать, знаю сразу же... Сразу вопрос, числительный нормально склоняется в разговорном языке или нет? Сейчас, это уже другой вопрос. Что касается аналитизмов и синтетизмов, но вот пока основная тенденция была, что наоборот, да, по сравнению с какими-то аналитическими наименованиями, вот, универбы в разговорном языке. Вот, а наоборот, не могу сейчас сказать, то есть, ну, чтобы сразу сказать, такого я не знаю, наверное. Ну, может быть, нет. Да. Можно сказать? Красавчик. Ну, может быть, это очень важно. А вот эти вот словари, когда это вот уже, как бы, ну, столкнулись с тем, что, кстати, я даже не знаю, как в английском, я не знаю, как в мессенджерах. А вот такие уже очень много слов, которые, ну, как бы, переводятся с слов. А вот есть такие уже словари там, и когда это вот стало возникать, ну, такая вот тенденция, что можно... Ну, я примерно понимаю, что, действительно, литературным языком, ну, люди не говорят. Ты пойдешь грамотно, ну, как говорят, слишком глупоще, но не в том, что какие-то словари социальные есть такие вот существуют, не знаю, иностранцы, скажем. Ну, вы имеете в виду, да, опять же, заимствования вот эти вот все современные... Да, словари какого-то варианта литературного, конечно. Или что вы имеете в виду? А, приходный разговор, ну, да, они, конечно, есть, и даже хорошие есть, изданные авторитетными источниками. Просто, ну, то, что я говорил, что это не кодификация, но это, да, это... Да, 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 конечно, для граждан, иностранец всегда может посмотреть, да, и самый большой... Да, 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 конечно, эти словари есть, есть, да, есть очень хорошие и изданные, и, по-моему, в издательстве Академии, даже, то есть, Чешской Академии Наук есть хорошие, да. Ну, то есть, то, что получается разговоры, и, ну, как бы, сам собой фильтруется, и получается свой язык, который упрощен... Ну, опять же, опять же, к этим, да, опять же, к каким-нибудь там мессенджерам и так далее есть еще специальные словари, может быть, какие-то наверняка есть вот эти вот технические, да, какие-то. Вот, и словари обиходно-разговорного языка, они именно словари обиходно-разговорного языка, скажем так, то есть, они, наверное... Ну, я листал некоторые, да, то есть, они фиксируют то, чего нет в литературном языке, но очень распространенно, да. Да, да, есть. Да, если будет человек жить, он не настолько, если не поймет... Да, 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 это все есть, это да. Ну... А вот по поводу примера, который у вас был в предыдущем случае, там, где мы пойдем, и вот эти шаги... Мы туда что-то пойдем, что вообще не надо говорить, да, но они заставляют в это... Такая-то очень странная тенденция, мне кажется, обычно уже все стремятся к упрощению, а здесь, как будто, получается, наоборот, усложнение. Вот сами чехи, это как-то смысле нет, а что... Ну, почему это вообще-то произошло? Усложнение... Усложнение... Сейчас, подождите, да, это к фонетике. Про фонетику я сейчас скажу. Что касается вот этого синдексиса, да, что появляются местоимения. Ну, это усложнение вроде как по количеству слов, а с другой стороны, может быть, это все-таки упрощение, потому что здесь тогда сразу же явная двусоставность, сразу же видно подлежащее, видно сказуемое. А так, подлежащее, оно как бы невидимое. Ну, например, вот это вот, да, mi tam neidame. Мы туда не идем, вот оно в конце. А если мы, скажем, как нам диктует литературный язык, neidame, там, опустили вот это вот личное местоимение, получается, что мы опустили подлежащее. Ну, и мы его не выкинули, мы его сделали таким невидимым. Оно подразумевается и видно, что это мы по окончанию глагола. То есть получается, что, ну, это такое уже из области психолингвистики, что вроде как, наверное, в голове это работает так, что мы должны догадаться, что это мы по окончанию глагола. То есть neidame значит это мы, значит это второе лицо, вот это вот все, первое лицо множного числа. А если мы ставили личное местоимение, мы, вроде сразу и понятно, mi tam neidame. Ну, мое мнение такое, можно еще почитать какую-то литературу на эту тему. То есть я, ну, вот сейчас не воспринимаю это как усложнение, а все-таки упрощение. Да, слов становится больше, но, может быть, реакция как-то мозга на самом деле увеличивается, ускоряется. Может быть, я не уверен, это мои суждения. Угу. Вы изучаете, вам говорят прямо противоположно, что там, вы должны сказать там «я» и, допустим, там, глагол. По окончанию понятно, что это за лицо или за число. И вам говорят, что итальянцы, в принципе, они часто опускают подлежащие имя стремения. Ну, да, как чаще. Да. И, как бы, это всегда объясняется тем, что ну, так же проще. Мы же по окончанию понимаем, какое лицо число. А здесь получается даже с тех, только наоборот, и с людьми противоположно. Ну, это, скорее всего, методическое объяснение такое, просто чтобы вам было проще понять, зачем это нужно. Да, сейчас к этому вопросу. Скорее всего, это методическое объяснение. То есть, это вот вам говорят, ну, видите, так же два слова, так же проще. И вот, да, методика всегда, всегда нужно ученикам объяснить понятно и хорошо. То есть, ну, это в любом языке. Я думаю так. Я не уверен, но мое суждение такое. Думаю так. Но я прокомментирую в этот момент как раз упрощение и усложнение. Это не лингвистический термин, не существует упрощение или усложнение. На самом деле, в языке как раз про аналитизм спрашивали. Это и есть проявление аналитизма, когда грамматический показатель переносится на отдельное слово, конкретно на личное местоимение. Вот. И в истории русского языка же то же самое прошло. В древнерусском те не употреблялись вот так слова «я», «мы», «он» и так далее. Потому что все было понятно по окончаниям. Но когда в глаголах, в форме прошедшего времени «ты пришел», «он пришел», «я пришел», одинаковое, ну, совпадение форм появилось употребление личных местоимений сначала в прошедшем времени, и потом оно распространилось на все остальные формы, как и мы сейчас говорим. Если сейчас мы опускаем личные местоимения, нет какой-то стилистический прием. Вот. То есть в историю русского языка пришло то же самое. Вот. Но, с другой стороны, вот, верно, подметили, что там в испанском, ну, это просто ненужно. Поэтому они просто по-другому мысли. То есть стоит, опять же, в чешском языке в какой-то там одной хотя бы форме, чтобы окончания начали проглатываться, они начали совпадать. То есть было нечетким вот это разделение по лицам в окончаниях. Все. Значит, тогда личные местоимения у них произойдет экспансия, их всегда будут употреблять. То есть это просто общие закономерности. Теперь вопрос. Ну, первый про числительные, потому что мне действительно кажется, что склонение числительных – это очень хороший показатель, начало какого-то аналитического влияния в языке. И второй вопрос по поводу того, как пишут в интернете. Смотри, три группы текстов. Значит, личные сообщения, второе – комментарии на ютубе, на фейсбуке и так далее. И третье – это посты, вот именно, ну, посты в каких-то группах сообществ. То есть неофициальные там издания, газеты и так далее. Вот. Такие три группы, не знаете, текстов, которые, в общем, составляются, в первую очередь, обычными пользователями в интернете. И вот насколько там распространен этот обычный чешский язык и литературный. И просто могу прости сразу аналогию. Не знаю, смотрел ли ты или, может, кто-то из наших сегодняшних гостей, вот эту мою лексу или, может, Александр Пиперский. Пиперский, кто знает лингвист, это когда люди пишут у нас сейчас такую упрощенную орфографию, да и там точки не ставят, там все с маленьких букв и так далее. Вот. У нас тоже есть вот в интернете некая такая дегласия, что люди четко понимают, что в одном случае можно написать так, неким упрощенным языком разговорным, а в другом случае нужно придерживаться литературного стандарта. Вот. Насколько вот в чешском языке вот такое соотношение? Точнее, насколько, каково оно? Вот. Давай я со второго вопроса начну, пока не забыл. Первый там не забуду, а второй. Ну, дегласия, вот сейчас это Сильтон сказал, все-таки дегласия, это сосуществование двух языков, это ты сейчас слишком круто, это ты слишком круто, это ты круто загнул. Нет, это нет. Вот. Значит, что касается смс-ок, комментариев и так далее, и постов, ну, значит, комментарии, смс-ки, и мессенджеры, мне кажется, это, они повторяют устный язык, и это будет без гайчиков, так как слышится в основном, да? Вот. А что касается постов, ну, там, значит, в зависимости от того, что хочет автор. Либо он хочет написать на литературном языке, он пишет на литературном языке, либо он пишет так, как говорит, просто чтобы, да, вот, вот, вот я говорю, вот, это как устный. И пишет на обиходно-разговорном, будут ли там, будет ли там диакритика, наверное, да. Скорее всего, если это серьезный пост какой-то, если серьезный, опять же, да, если это какой-нибудь, приходите сегодня все на вечеринку в клуб Прага, там, и это какой-нибудь там такой маленький совсем клубешник демократичных настроений совершенно, то, может быть, и без гайчиков спокойно. Ну, и опять же, вот эта маленькая буква без знаков припинания, но также, как в русском, это все-таки не, мне кажется, не фактор языка как такового, да, но и это чисто намерение автора, на мой взгляд. Ну, скажем так, это допускать. Приходите ко мне сегодня в гости. Ага. Да, но это уже вопрос стилистики, это уже вопрос стилистики, то есть в рамках литературного языка, нет, мы же в рамках литературного языка выделяем несколько функциональных стилей. Вот у нас есть книжный стиль, который мы можем встретить только вот в книгах, как вы говорите, там будут какие-то красивости, и он передает какие-то, в общем-то, архаичные, может быть, нормы, то есть литературный язык не диктует употребление таких вот архаичных форм. Литературный язык, он современный, он простой, просто у него есть правила, да, там двусоставные предложения, окончания такие, 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 у существительных, у глаголов, у имен других, да. Что касается лексики, но обычная лексика в литературном языке не обязательно красивости. То есть смотрите стиль, если вы хотите возвышенным стилем написать, вы пишете. Есть, скажем так, какой-нибудь там официально-деловой стиль, есть стиль повседневного общения, но в рамках литературного языка, то есть да, все будет написано простыми словами, но без нарушения норм. Пожалуйста там, общейте ко мне на навштиву, приходи ко мне в гости. Это литературный язык, правила соблюдены, все правильно, все хорошо, но слова обычные, простые. Да, то есть, вот, и значит теперь, если я ответил на ваш вопрос, то сейчас к числительным. Ну, а что там насчет числительных, там с числительными, ну, мне нужно еще, наверное, посмотреть, если мне кто-то подскажет сейчас, но мне кажется, что, ну, ну, ошибки такие же, наверное, как в русском, тоже какое-нибудь несклонение числительных? Ну, в русском все же у нас, как правило, одна конкретная вещь, не склонительные нас путают творительные падежи родительные, 800, 800 и так далее. Да, да, да. В том же месте, что ли? Есть тоже, например, склонение числительных, ну, например, это три, да, там, значит, у нас есть три, потом без три и долгое, и смешивается с творителем от шех и без шех тоже говорят, хотя должно быть без три, например, без три еще кого-нибудь, не знаю. То есть, ну, да, тоже родительные творители. Да, и вот, когда сложные какие-то там, не знаю, там, с 800, там, не знаю, 56, вот, возникает проблема у людей? Там меньше проблем с числительными после, от 5 и дальше, потому что они все легко склоняются, там просто окончание и везде. Ну, например, пьет, без пьетии, к пьетии, о пьетии. Вот это на польские похоже. Это может быть совсем какая-то архаичная черта западнославянских, чтобы вот эти все числительные терять склонения. Они, да, они поэтому очень просто склоняются. Там проблема с два, три, четыре и оба. Два, три, четыре оба, у них свое склонение вот это отдельное. И вот, особенно в три, вот это бывают ошибки. Да, потому что в русском языке все вот такое склонение, оно в основном недавнее относится, то есть 19-20 век. У нас только слово «сто» и «сорок», оно так редуцированно склоняется, типа, хотя и раньше было «по сту», «остах» и так далее, вот, говорили. Но это уже давно исчезло. А вот эти все штуки, это совсем новое в русском языке, когда там предложили, пойдешь, там, не знаю, творить. А «сто» тоже склоняется в чешском? Да, и полностью, да. Да, но, мне кажется, упрощается он, это тоже, да, унифицируется просто. Да, но звательный падеж в принципе остался в чешском языке и, ну да, кстати, хороший вопрос, он значит, он литературный, он обязательный, звательный падеж в литературном языке, обязательный. Если вы к кому-то обращаетесь, нужно употребить звательный падеж. Ну, единственное, что там иностранные имена несклоняемые, типа «Ингрид», у них нету формы звательного падежа. Вот, а так у всех остальных слов есть. Но в обиходно-разговорном варианте допускается употребление именительного падежа вместо звательного. То есть просто там, ну, например, я Сергей, Павла, да, в разговорном языке может быть Павел. Павел Потьсем, да, там Сергей Потьсем вместо Павла и Сергей, соответственно. Да, и вот вопрос, да, 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 да. Я хотел бы задать вопрос, насколько я понимаю, в Чехии, если брать именно всю страну, а не собственно Чехии, то там далеко не везде и не у всех людей терпимое отношение к обыдственной чертине, особенно, насколько я понимаю, в морали, ее считают чем-то, ну, в общем, не очень хорошим. Ну, и это уже, насколько я понимаю, переходит в какую-то такую общественную дискуссию, и, как и в любой общественной дискуссии, посвященной языку в середине инвестов, присутствует какой-то набор, ограниченный обычно, набор триггеров, которые, собственно, считаются вот такими вот маркерами, там, так сказать, поганой молодежи, которая вот вечно говорит что-то не так и так далее, там, в русском языке это кофе среднего рода, или, там, звонить с неправильным ударением, при том, что существуют какие-то более интересные особенности, там, синкексисы и словоизменения и всего остального. Вот, вот я хотел спросить, а какие такие триггеры существуют именно в области и чештине? Как не попасть в просаг, если вдруг, передо мной истонченные воровани? С бокалом вида. Ну, значит, ситуация какая, да. Сейчас вернемся к диалектам. Вот они, диалекты. Значит, как я уже сказал, это самая оба цена чештина, действительно она построена, она является над диалектом, вобравшим в себя черты именно, собственно, чешских диалектов, вот эти вот один, АБЦД. Да, и, кстати, был уже вопрос, я на него не ответил сейчас, по ходу дела, почему там, да, вместо И долгого дифтонга, Эй, но это из диалектов, это из диалектов, это вот как раз фонетика, она в основном именно, потому что так в, собственно, чешских диалектах. Вот, соответственно, в Моравии, там унификация, ну, для чего нужен над диалект, чтобы люди друг друга понимали, чтобы все люди из центральной, из собственной чешских земель, вот этих вот, понимали друг друга, выработался естественным образом, вот этот над диалект, вот такой. В Моравии немножко другая ситуация, там, чтобы люди друг друга понимали, там используется литературный язык, и поэтому все стараются, максимально старались, вот. До недавнего времени максимально использовать литературный язык. Именно литературный язык стал языком таком, таким межличностного общения, именно, и взаимопонятного, да, да, интегрирующего. Вот, да, и, значит, современная ситуация такая, с развитием интернета, скажем так, глобализацией, ну, глобализацией здесь ни при чем, ладно, с развитием интернета, Обыцная чештина проникает и на территорию маравских говоров. И, да, вы как раз сказали, что это вроде как маркер молодежи, в какой-то степени, ну, можно связать это с молодым поколением, потому что в интернете больше всего сидит молодое поколение, Соответственно, они общаются с молодыми чехами из всей страны, и набираются этой Обыцной чештины, и используют уже сами тоже Обыцную чештину, и, да, возможно, воспринимается как такое нововведение молодых. На самом деле просто это вот проникновение Обыцной чештины из, собственно, чешских земель Запада, из Центральной Западной Чехии, вот в эту самую восточную, юго-восточную Чехию, ну, вот под влиянием интернета и средств массовой информации. Да, и что касается общественной дискуссии, ну, это такая, наверное, дискуссия на уровне Прага, ну, типа Прага-Барно, тоже, вот, как вы говорите, трегеры, что, да, там, Пражане шутят про жителей Барно, жители Барно шутят про Пражан, и вот это вот все, но я специально тоже сразу сказал, что Мараване с бокалом вина, но это тоже такой стереотип, что, значит, Пражане пьют пиво, Мараване пьют вино и, там, сливовицу, вот, ну, на таком уровне, но это совершенно мирные дебаты и шутки, в этом ничего, ничего такого нету, вот, но, да, на фоне Обыцной чештины может какая-то дискуссия разгореться. Ну, это, если, скорее всего, если ты встречал, что кого-то в интернете поправляет на эту тему, вот, значит, надо... Да, 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 ну, нет конкретных слов, но лично я не могу сейчас назвать, не знаю. А вот еще по поводу словацкого языка, то есть, в связи с чем, в связи с чем она расслабилась, нет ли там, случайно, такой, такой темы, что вот эти вот диалекты, прям, арабский, селецкий, по сравнению с славовским языком, то есть, между ними, как бы, одинаковое, как бы, расстояние, и обособление словацкого языка, это честно политическая, ну, политическая причина произошла. Ну, да, ну, значит, здесь комплекс причин действовал, если мы вернемся куда, мы вернемся к эпохе еще национального возрождения. А до этого я сказал, что вот, значит, в старочешский период, или где здесь у нас Карл IV, нет, вот, Янгус, да, значит, в 15 веке, 14-15 век, чешский язык становится литературным языком для словаков, опять же, литературным, да, то есть, народ всегда говорит на каком-то вот местном наречии, которое здесь сформировалось естественным образом. Литературный язык — это всегда немножко искусственное образование, но частично, то есть, это естественный язык, заключенный в какие-то рамки. Вот, и, значит, вот с 14 века и вплоть до, в принципе, до 19-20 века, даже до 20 века, для словаков литературным языком был чешский, при этом народ использовал какие-то местные говоры. И современный словацкий язык, ну, да, ну, да, вот эта вот кодификация современного словацкого языка тоже относится ко времени национального возрождения, тоже к середине 19 века, так же, как и кодификация чешского языка. То есть, ну, да, если мы говорим о литературном словацком языке, то это вот с середины 19 века, так же, как с середины 19 века, вот этот вот новый чешский литературный язык. Но разговорный язык, да, и вот этот новый литературный словацкий язык, он, конечно же, тоже базируется на местных словацких говорах. Вот. Что касается маразских и говоров и словацких, то, значит, там такая ситуация, там западно-словацкие говоры, они, насколько я помню, там немножко сложнее ситуация, я вот сейчас точно не помню диалектную ситуацию в Словакии, и вот что помню, скажу. Значит, западно-словацкие говоры, то есть, да, вот здесь заканчивается Чехия, начинается Словакия восточной. Соответственно, запад-словакия рядом с Чехией, там язык, в принципе, очень похож на чешский в Словакии, в западной. В центральной Словакии, ну, скорее, можно провести параллели, да, с маравским диалектом. Вот, но есть, есть еще, ну, нет, сейчас не буду, не буду вспоминать, могу неправильно вспомнить, какая диалектная ситуация в Словакии. Но что-то вы увидите, что, да, действительно, маравские варианты часто похожи на литературные словацкие. А какие-нибудь селесские диалектные варианты похожи на польские, но это фактически уже с мейсчерского с польским начинается. Особенно вот эта вот, да, там 4b, селесская область. Ну, Богемия и Моравия, да, это, это исторические земли. Но это уже, это уже тонкий политический вопрос. Значит, сначала Чехия и Моравия, да. Чехия и Моравия, это исторические области, да, которые сейчас сохраняются. Чехия и Богемия, да. Смотри, да, значит, Чехия, собственно, чешские земли и по-другому Богемия. Это вот синонимы. Это вот здесь, вот, до 1d, 1d, это чешско-моравские диалекты. Вот, значит, восточнее Моравия, историческая область. Ну, и маленький кусочек Силезии, вот этот вот, он Силезию Чехии делит с Польшей, да, остальная Силезия в Польше. Да, и еще какой вопрос о Словакии, отдельный ли народ Словакии. Ну, это славянский народ, долгое время был в составе Венгрии, да, в Австро-Венгрии, в составе именно Венгрии. Вот, ну и, в общем-то, не назывался никак, долгое время потом придумали этноним Словакии. В Австро-Венгрии немножечко, как раз попался в Австро-Венгрии, вот, 4 года назад. И, ну, так, там украинцы, тоже чуть-чуть говорится, они назывались там, такой маленький совсем народ, как украинцы. Русины, да, но они и сейчас есть, да, сейчас, да, это Карпат, да, ну, да, они себя не считают украинцами, да. А может, они называются Руси? Ну, нет, ну, это не, там, это уже, это уже, это чуть сложнее, это сложнее, сложнее, да. Скажите, ну, вот, если я в Словакии заговорил по-чешски, то тебя поймут? Да, да, да. Совершенно поймут, да? Да, 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 и это правило, что человек говорит на чешском, словак, на словацком, оно работает до сих пор. Другое дело, что просто с вами тоже будут говорить по-словацки, в свою очередь, вы будете говорить по-чешски, а с вами будут говорить по-словацки. И на уровне фонетики вы быстро сориентируетесь, а вот если какая-то специфическая лексема, вы, иногда нужно просто знать. То есть они совсем разные могут быть, ну, там, например, какая-нибудь, это самая, бурувка, черника по-чешски, и по-словацки чуть-чуть редко. Да, там какая-нибудь чайпаха, это желва по-чешски, а по-словацки корят начка. Да, то есть вам нужно просто знать. А вот в Польше, например, они не на чешский? Ну, там сложнее, там, если вы будете медленно говорить, и они будут не против вас понять, то поймут, но и, да, скажем, скажем так, то есть, но вот такого нету, что, да, человек говорит по-чешски, поляк по-польски, вот такого автоматического правила нету, то есть это уже сложнее. Да, вопрос. Вспомнилась такая особенность, которую я слышал, я не знаю, зачем конкретно она характерна в чешском, к иностранным фавилиям у женщин добавлять оба. А для какого отлива именно слой чешского языка это характерно и укрепляется и в других? Да, ну это, в принципе, факт литературного языка, просто потому что, да, ну, вот эти вот образования женских фамилий, они же в разных странах по-разному, по разной логике образуются. И, там, в чешском языке это строго, значит, относится к мужу, то есть вот это ова, оно хоть и с долготой, но оно как бы то же самое, что притяжательный суффикс в обычных притяжательных прилагательных, типа, там, какая-нибудь братрова книга, да, книга брата, и то же самое, там, чапкова, это жена чеха по фамилии Чапек. Соответственно, это исконно чешская особенность, которую чехи стали переносить и на иностранные фамилии, и у них получается не всегда, скажем так, изящно, да, ну там какая-нибудь еще, там, не знаю, ну вот, например, да, Ангела Меркель, да, ну и сразу забегая вперед, скажу, что сейчас есть две тенденции. То есть сейчас есть тенденции прибавлять это ова, как есть, вот тут есть фамилия мужская, прибавили ова, обязательно. Есть тенденция все-таки такая, скажем, обращение, может быть, к здравому смыслу, чтобы это выглядело все-таки не очень страшно, вот. Ну, что касается Ангела Меркель, есть и такой, и такой вариант, то есть, либо это Ангела Меркель, либо она Меркелова, либо она Мерклова, это еще более по-чешски, потому что беглый гласный «э» там ощущается. Меркел, «э» беглый, поэтому не Меркелова даже, а Мерклова. Вот, ну и к русским фамилиям ваш, и ваш вопрос наверняка к английским и к русским фамилиям, к случаям типа автора Гарри Поттера Джоан Роулингова, который у них на всех книжках Роулингова, действительно. Да, то есть чисто механически к мужской фамилии прибавляется женский, женский суффикс. Вот, да, и, соответственно, к русским фамилиям, да, у нас немножко другая логика, у нас есть притяжательные фамилии мужские, которые выглядят как притяжательные, да, уже Борисов, и женская Борисова. Ну, а для чехов логика остается вроде как чешская, то есть мы берем мужскую фамилию Борисов и прибавляем чисто механически Оваа, и получается Борисов Оваа. И вот могу сказать, что во второй половине XX века в основном так обозначально, я просто вижу, как писались фамилии ученых женщин, да, богемисток, которые приезжают в Чехии, там на каких-то конференциях выступают или статьи публикуют, там так и было, там, Василье Воваа, там какая-нибудь Воробьё Воваа. Ну, и даже сейчас у нас есть сотрудница в институте, да, Узенёва, и вот я видел, у неё фамилия на чешском издании написано Узенёва Оваа. А у них у него отзывается, ну, ли это литература не получается по-громандскому, потому что это упростит. Ну, да, ну, и вот есть две тенденции, то есть нельзя сказать, что это обиходно-разговорный язык или литературный, две тенденции, в принципе, литературного языка, а сейчас вот, да, я начал, сейчас есть тенденция писать как в паспорте. Значит, если Борисова, значит, Борисова, ну, иначе просто бюрократически начнутся проблемы. Название в паспорте, по-русски, не переводится. Ну, да, название, да, ну, и фамилия, вот как в паспорте, сейчас такая тенденция. И нужно, если там в чехике, представляешь себе, на первое слово, свое имя и фамилию, да, тоже там, на одежду, да, а не на одежду. На одежду, да, ну, да, 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 ну, это, да. Ну, это, в принципе, рекомендация для всех иностранных языков. Если вы представляетесь на английском, там, то тоже лучше произносить именно с английской фонетикой, там, ну, или, там, с чешской. Ну, то есть я не буду говорить, что там Эйменуэсэ Сергей Борисов, да, там, это, во-первых, вряд ли услышат четко, во-вторых, потом напишут так, что не обрадуешься, да, поэтому я нормально, как это по нормам чешской фонетики. Эйменуэсэ Сергей Борисов. А вот в словацком языке, например, вот это о-в на конце, оно читается не как о-в, а как о-у, и поэтому, если сказать Сергей Борисов, они услышат о-в и напишут о-в. Нужно сказать Воламса Сергей Борисов, тогда они услышат правильно, напишут вы. Это проверено на практике просто в Словакии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...